Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» говорим о проблеме обманутых дольщиков, которая так или иначе существует на территории Ульяновской области. У нас есть радостные новости, да, Дмитрий Игоревич? Сколько объектов будут достроены, в какие сроки, какие именно объекты? Да, к сожалению, у нас эта проблема существует, и многие о ней знают, и те, кто являются обманутыми дольщиками, и те, кто слышал о ней. На сегодняшний день у нас 7 объектов в Ульяновской области являются банкротными, их застройщики признаны банкротными. Введена процедура конкурсного производства, и вот в их решении проблемы этих обманутых дольщиков задействован так называемый механизм публичного права компании «Фонд защиты прав граждан». Это федеральный фонд, который аккумулирует деньги из нескольких источников, и если застройщик становится банкротом, то он имеет возможность, имеет право профинансировать его либо достройку, либо выплатить компенсацию. Вот на сегодняшний день у нас по трем объектам, это ООО «Тагайская птицефабрика», «Максима» и «Селен», вот три застройщика, которые стали банкротами. Давайте назовем адреса, чтобы телезрителям было понятно. Ну, это Красноармейская 97, это «Тагайская птицефабрика», ООО «Максима» это «Буинская», ЖК «Молодежный», самый большой, самый крупный объект у нас. И ЖК «Новая линия», Крульницкого, это застройщик ООО «Селен». По ним федеральный фонд принял решение и выделил средства. Да, по ним федеральный фонд провел наблюдательный совет, и на этом наблюдательном совете под председательством вице-премьера Хуснулина принято решение о достройке этих объектов. Когда эти деньги придут в регионы, и когда начнется стройка, когда планируется ее закончить? Ну, механизм фонда, он построен таким образом, что 82% средств, которые необходимы для решения этой проблемы, они выделяются из средств фонда, 18% выделяется из средств регионального бюджета. В нашем региональном бюджете такие средства заложены, и сейчас механизм следующий. После принятия наблюдательным советом такого решения, он должен направить это решение и заявку в региональный бюджет, то есть региональный бюджет перечисляет свои 18% в федеральный фонд, он аккумулирует эти средства, передает нам, региональному фонду, мы заявляемся в арбитражный суд. То есть решением арбитражного суда государственная компания, вот в нашем лице регионального фонда, становится застройщиком этого объекта, и мы будем вести его достройку и передавать ключи и дольщикам. Сроки все-таки какие-то просматриваются? С учетом того, что процедура передачи объекта достаточно длительная, то есть это с использованием механизма арбитражного суда, нам придется пройти заново государственную экспертизу проекта и проектно-сметная документация. Мы планируем, что на эти три объекта мы должны выйти в конце весны, начале лета этого года. То есть и в 2022 году это объект по Красноармейской 97 и Максиме мы планируем, что мы передадим дольщикам в 2022 году, а Красноармейская 97 это скорее всего 2023 год. Вот схема такая. Извиняюсь, не Есселен в 2023 год. А в семьях, в гражданах, в квартирах как это будет выглядеть? Здесь получается, что у нас на сегодняшний день по максимуме это порядка 900 дольщиков, на селении это порядка 108 дольщиков и на Красноармейской 97 это около 60 семей. Вот получат, то есть это чуть больше тысячи. А кто будет достраивать? Не те, кто уже, скажем так, подвел граждан? Нет, здесь механизм он оговорен в законе, то есть мы будем торговать подрядчиков и генерального подрядчика, то есть по федеральному закону 223. Общественная палата за этим процессом наблюдает со стороны и выстроен диалог как с федеральным правительством, так и с региональным. Что можете сказать? Все идет по плану? Да, добрый день. Общественная палата региона и региональный центр общественного контроля, который я возглавляю, мы очень действительно следим активно за ситуацией. Ситуация на самом деле не, скажем так, не узка в плане регионов. Это не только в регионах, в нашем, скажем так, Ульяновской области эта проблема возникла. По всей стране такая ситуация. И хотелось бы сказать, наверное, спасибо большое всем дольщикам и вследствие государственным студиям, да, и депутатам Федерального, то есть Государственной Думы, которые приняли решение о создании такой системы, как Дом РФ, да, то есть которая позволяет действительно достраивать проблемные дома. Потому что кровью и потом дольщиков долгие годы добивались этой системы, потому что, по сути, учитывая такое большое количество проблемных объектов, достроить силами регионов, это, по сути, было бы нереально. И мы, общественные палаты, конечно же, и Центр общественного контроля, активистами, инициативными группами от проблемных домов отслеживаем реализацию теперь принятых мер, скажем так, на закладательном уровне, на федеральном уровне. Мы стараемся не давать покоя, скажем так, региональным органам власти, да, и достаточно плотно контактируем с региональным фондом Дмитрием Игоревичем. И нас, наверное, немного там даже устали, а может быть даже много. Но, тем не менее, мы не даем спуска в это направление, потому что очень много вопросов на каждом этапе именно по срокам. То есть, даже у нас, несмотря на то, что этот фонд появился, он, конечно, новый, и возникает большое количество вопросов по срокам, по определенным моментам. Тоже не просто так вот зашел, как многие дольщики думают, и достроил. Там очень много документального обеспечения, документального вот этих сроков, даже вот просто передать от конкурсного управляющего сейчас в Дом РФ, точнее, да, в Дом РФ на достройку, а потом в региональный фонд. Там очень длительные процессуальные процедуры, которые сроками регламентированы, и они достаточно длинные, и, к сожалению, нельзя вот так вот взять сейчас, зайти на стройку. И вот мы стараемся торопить региональный фонд, мы стараемся мотивировать федеральный фонд, чтобы они не забывали про наш регион и про наши объекты. То есть, зачастую переписку ведем с ними очень активно. В общем, стараемся сделать все, чтобы ситуация была, скажем так, в активной стадии и не залеживалась на полке, скажем так. А в общественную палату приходят люди, которые как раз являются инвесторами, да? Нет, ну, по сути, да. Принято почему-то называть дольщиков и участников для его строительства. Давайте говорить дольщики. Да, все-таки это участники, да, дольщики, это, по сути, обычные граждане, они не являются профессиональными инвесторами на этом рынке, да, и, по сути, не могли знать о такой ситуации, которая, по сути, покупка жилья, это, ну, так же регулируется, в принципе, законом, как покупка чего-либо другого. Ну, они не могли знать. Заплатил деньги, получил товар, а тут тебя обманывают. Да, и поэтому государство все-таки помогает. И в общественную палату приходят, там, действительно, многие представители, скажем так, ну, в общем, дольщики. Проблемных объектов. Да, проблемных объектов, да, и рассказывают каждый раз одну и ту же историю, мы это все знаем, мы мониторим реальную ситуацию. И у многих, просто большинство из них, которые приходят, есть реальные проблемы, которые возникли с оплатой, скажем, с продажей своей жилплощади, да, и покупкой этой квартиры, допустим. И там возникают финансовые проблемы, сложности. Это и оплата арендую, снимаемого жилья, это, скажем так, оплата ипотечного займа. Это, получается, то есть у многих семей дети растут, так далее. Некоторые покупали своим детям, которые пошли уже в школу, да, точнее, не в школу даже, уже и купили, допустим, возможно, другие квартиры. То есть у многих даже такая нужда уже отпала, а многим до сих пор негде жить. И таких ситуаций пришлось, как бы, услышать многие, и очень тяжело, конечно, такую ситуацию через себя пропускать. Но, тем не менее, как бы, мы надеемся, что мы сейчас уже увидели, так скажем так, свет в конце тоннеля и уверенно к нему идем. Но диалог получается выстраивать? Вас слышат? Ну, скажем так, вот на региональном, это в уровне, да, они ближе и достаточно хорошо слышат. И когда мы добиваемся от, и вместе как бы решаем какой-то мелкий вопрос, когда, например, очередь федералов, допустим, ответить, к сожалению, видимо, тяжело вот все-таки доносить, да, допустим, до Дома РФ какие-то определенные ситуации. И мы видим порой, конечно, что и даже сроки иногда нарушаются. Ну, я понимаю, что это все-таки новая структура, это не сработавшаяся еще, возможно, какая-то ситуация. Но бывает такое, что с их стороны затягивание. Я понимаю, что у них там, возможно, сотни объектов по всей стране, и они не успевают просто это делать. Но тут вопрос жизни людей, это их судьбы. И каждый день реально сэкономленный, я думаю, может сыграть роль людей. Дмитрий Игоревич, ну вот еще одну проблему обозначили, да, не просто достроить квартиру, а еще люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Просто ребенка направить в школу, в детский сад. Фонд этим занимается совместно с администрацией города, администрацией области? Фонд не занимается этим финансово, но занимается этим организационно. Потому что у нас, у нашего фонда есть, скажем так, самое близкое и самое непосредственное общение со всеми дольщиками. То есть у нас есть группы в Вайбере, да, есть инициативная группа. Вот Руслан одну из них представляет по ЖК «Молодежному». То есть это те люди, которые выстраивают коммуникацию между фондом, властью и дольщиками. То есть у нас это достаточно плотно работает, эта система. Аккумулируется это у вас? Да, аккумулируется это у нас. То есть мы имеем эту информацию, то есть о всех дольщиках, о проблемах, которые там есть. И сейчас вот в этом направлении подключился и муниципалитет. То есть есть горячая линия в муниципалитете, куда люди обращаются. То есть это направление, которое закрывает проблему по детским садам, школам. То есть люди устроили планы, что они будут жить в этом микрорайоне, но не случилось. То есть идет отсрочка сдачи объекта в эксплуатацию. И они не могут поступить в тот детский сад или в ту школу, в которую они планировали. То есть вот этим занимается муниципалитет. Следующее направление, это вот то, о чем говорил Руслан. То есть люди попадают в ситуацию, когда они продали свое собственное жилье, вложили в новостройку и вынуждены жить на съемных квартирах. То есть социальная защита этим занимается, изучает, скажем так, жизненную ситуацию. Если она действительно подтверждается, то есть механизм получения такой помощи. Этим занимается, насколько я знаю, соцзащита, потому что мы тоже принимаем участие в этих встречах. И они проходят, комиссии в соцзащите, по-моему, ежемесячно проходят. И там определенное количество людей получает эти выплаты. Кто-то на лечение, кто-то на съем жилья, кто-то на компенсацию каких-то затрат. Для того, чтобы поддержать, скажем так, семейный бюджет на достаточном уровне. То есть эта система работает. Она, конечно, ну, понятно, что у нас обманутых дольщиков там больше полутора тысяч. Естественно, они в разной ситуации находятся. Есть такие люди, которые, условно говоря, пенсионеры с какими-то тяжелыми болезнями и так далее. То есть соцзащита старается через свой механизм им помогать. То есть насколько у меня информация есть, на сегодняшний день это выплаты порядка 70 миллионов уже на сегодняшний день. Произведены. Да. Руслан, до сих пор мы вот с вами обсуждали федеральную схему оказания помощи дольщикам и достройки объектов. Но у нас есть и своя региональная схема, когда деньги из областной казны поступают, ну, так или иначе, на достройку этих объектов. Вот эта схема, на ваш взгляд, она действенна? Дмитрий Игоревич, я не сомневаюсь, что подтвердит, что это действительно так. С живым примером, Вагонтур. Ну, раз она применяется, значит, она действенна, на самом деле. Как бы просто эта схема применима в редких случаях, скажем так. Потому что каждому объекту... Да, не на все объекты. Каждому объекту необходим свой индивидуальный подход. В данной ситуации, допустим, мы говорим, да, про, допустим, если про Запад, да, и про дольщик, которые возникли именно от этого застройщика, то в этой схеме эта схема применима, да. Но, тем не менее, возникают у многих дольщиков большие вопросы. Допустим, если, допустим, дом на Буинской, который ЖК Молодежный, уже там, допустим, с просрочкой по срокам строительства, более там, 8 лет. И этот дом, допустим, передают в Дом РФ. Соответственно, это более долгие процедуры, и мы понимаем, что через сколько его достроят. Сейчас же, получается, возникла эта проблема, допустим, с Западом. Такая ситуация. Им уже обещают, то есть уже буквально через год, через два эту проблему решить. То есть и многие дольщики, допустим, других более долгих долгостроев, скажем так, возмущаются, не понимают, почему их там дом, который более долго, скажем, не строится, и более проблемный, достраивается в более последнюю очередь и так далее. Потому что, как раз таки, вот схемы разные, и невозможно было к Максиме, скажем так, вот, невозможно было ЖК Молодежному применить эту схему, потому что здесь идет вопрос именно компенсации. Вот сейчас оно нам пояснит, да, Дмитрий Григорьевич? Почему именно Запад, почему именно эта схема по Западу работает? Вот смотрите, суть любой помощи государственной, она заключается в том, чтобы как можно быстрее достичь результата, да. То есть результат – это передача ключей дольщикам. Застройщики находятся совершенно в разной экономической ситуации. И вот тот вариант, который на сегодня показал свою, скажем так, эффективность, вот в течение 2020 года – это компенсация части процентной ставки, которую группа компаний Запад входит из завода «Эталон», это завод по производству железобетонных конструкций. Завод построен недавно там, и он для строительства применял, скажем так, собственник этого объекта применял при привлечении кредита сберегательного банка, сбербанка. Закон позволяет компенсировать часть процентной ставки. То есть он создал новый объект, создал новый завод, создал рабочие места. Для этого существует закон, который позволяет компенсировать это. И вот эти средства возможно было выделить для того, чтобы, скажем так, застройщик этот, который тоже завод входит в эту группу компаний за счет этих средств, мог их направить на достройку проблемных объектов. Вот по этому варианту достроены на сегодняшний день уже 8 домов, и до конца года 2020 будет еще 2 дома введено в эксплуатацию. То есть это больше 150 семей получат еще квартиры. То есть потому что у Запада есть свой завод, который производит строительные материалы. И есть возможность привлечь под это средства в виде компенсации процентной ставки. Вот так этот вариант работает. И эту схему на Буинской применить нельзя. К сожалению, нет. То есть если бы у застройщика был свой завод, который он построил, создал рабочие места, построил завод, почему нет? Это возможно. То есть есть и другие варианты. То есть вот Красноармейская 140, например, был использован вариант, который задействован в виде закона 100ЗО, так называемого, ульяновский. То есть этот закон позволяет застройщику другому, который взял объект для достройки при смене застройщика, получить компенсацию после ввода объекта в эксплуатацию либо в виде денег, либо в виде земельного участка. Вот здесь эта схема была использована, этот вариант был использован. То есть появился новый застройщик, он достроил объект за счет привлеченных средств. То есть средства даются после ввода объекта в эксплуатацию. Но это как страховка того, что застройщик никуда эти деньги там не использует. То есть он привлекает сам, достраивает. После ввода объекта в эксплуатацию он по соглашению с Министерством строительства компенсирует эти затраты. Вот эта схема была там использована, то есть этот вариант. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа «Тема дня», и сегодня мы говорили о решении проблемы обманутых дольщиков. До свидания.